Большая вода, а точнее талая, в этом году принесла немало проблем не только жителям сельских населенных пунктов, но и городов. К примеру, в самом центре Барнаула затопило дом по адресу Короленко 121. Жители говорят, здание стоит в низине и весной его регулярно подтапливает, но не так серьезно, как на этот раз. Некоторым пришлось даже временно покинуть жилье. Ну, в 22-м такого не было. Вот в том году затопило, а в этом году вообще прилично, что я в сенки даже войти не мог. А почему дверь разбухла? Конечно. Как вы теперь живете-то вообще, расскажите. Ну, как, сын у меня снял угол, пока там. Раньше, говорят люди, еще как-то спасали ливневки, но вскоре их убрали из-за новостройки, что недавно выросло рядом. В итоге вода по улице стала стекаться к старому дому и застаиваться. На днях первый этаж полностью уходил под воду. И это при том, что ее здесь всю прошлую неделю регулярно откачивали. Все равно звоним же, приезжают, откачивают. А как часто вообще приезжают, откачивают? Один раз? Не, ну, в этом году чаще. Ну, то два раза в неделю, три. Ну, приезжают. Вот. Вчера откачивали, позавчера откачивали. Люди говорят, что ущерб отталых вод больно ударит по карману. В квартирах нужно будет делать ремонт, менять двери. И им, как пострадавшим, не помешала бы компенсация. Но выясняется, что городским подтопленцам такая не положена. На выплаты вправе рассчитывать лишь те граждане, что проживают на территориях, которые официально отнесли к зоне ЧАЭС. Барнау в список не попал. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком.